И всем привет, меня зовут Лена Крупина и у нас срочный выпуск новостей, которые нужно обсудить. Если вы следите за телеграм-каналом, то наверняка уже видели, что Ирина Александровна Винер, главный тренер сборной России и президент Федерации гимнастики России, говорит о том, что в России в связи с введением санкций и невозможности российских гимнасток ездить на международные соревнования будут введены новые правила, а точнее некоторые изменения в действующие. И сегодня мне прислали информационное письмо, которое выпустила Федерация гимнастики с изменениями, и именно о них сегодня и поговорим. Ну и если кто-то еще не в курсе, монетизация в России у Ютуба отключена, поэтому мне будет особенно приятно, если вы поддержите то, что я делаю, и заранее большое спасибо. Так в Москве совсем недавно завершились сборы, в рамках которых Ирина Александровна пообещала разобрать новое правило только для России. Значит, можно делать все, никаких ограничений нет. И у нас будут свои такие правила, по которым мы будем развиваться, потому что художественная гимнастика родилась в России, поэтому мы должны ее развивать, и самое главное, что вы будете теми девочками, которые потом будут все выигрывать именно с такой программы, которую мы сейчас будем делать. Вероятно всего, сделано это для того, чтобы гимнастки в России не застаивались и могли развиваться даже с учетом того, что в мире они пока выступать не могут. И если смотреть на это только с этой точки зрения, то это круто и большая забота о своих гимнастках. Но если посмотреть на это со стороны мирового спорта, то это весьма странно. Ведь в случае, если наши гимнастки вернут на международную арену, а я думаю, что это все равно произойдет, то всем гимнасткам придется вновь перестраивать программу и по факту заново отрабатывать. А все мы знаем, что программы нарабатываются не быстро. И получается, что многие спортсмены потеряют просто много времени на отработку программ, с которыми они могут выступать только в России. Но это еще полбеды. Многие, когда увидели данную информацию, начали переживать о здоровье детей. Ведь новые правила, которые хотят реализовать, будут более сложными. Но что именно написано в информационном письме и в изменениях к новым правилам, и какие изменения на практике федерации хочет реализовать, давайте разберемся по порядку. Первое – изменится стоимость технически сложных элементов трудностей тела. Но здесь обещали позднее прислать информацию с новой стоимостью. Как я понимаю, просто какие-то элементы, которые сложные по мнению России, будут стоить дороже. Вероятнее, это такие элементы, как Лала Крамаренко или прыжок в кольцо с падением на колени. И в целом, я думаю, это будет похоже на небесную грацию по стоимости элементов. Из минусов, что в погоне за сложными элементами больше гимнасток, вероятнее, будут ломаться. Здесь, конечно, будем надеяться на хороших тренеров, которые будут максимально осторожны и не быстро подводить к каким-то сложным элементам гимнасток. Еще одно изменение, которое также повысит нагрузку на спортсменок – это отсутствие ограничений на трудность тела и предмета. То есть, по новым правилам, для России гимнастки могут выполнять сколько угодно трудностей и набирать этим баллы. И это может быть хоть предмет, хоть тело. Из минусов. Вероятно, что гимнастки, у которых хорошо с владением тела, будут все упражнения только и делать, что трудность тела. А гимнастки, у кого хорошо с предметом, будут делать слишком много трудностей предмета. Так что, возможно, на практике это будет выглядеть не очень разнообразно. Но, опять же, не увидим, не поймем. Когда сняли ограничения по набору оценок, смотреть стало интереснее, на мой взгляд. Так что, может, не будет перекоса, опять же, это увидим только на практике и будет зависеть от постановщиков. Также, по новым правилам, будут поощряться новые оригинальные трудности тела и предмета. Это изменение, мне кажется, крутое. Такие штуки я люблю, когда девочки придумывают что-то уникальное и потом за это получают надбавки. Следующее дополнение, что теперь гимнастки с 14 лет выступают по сеньорам. А гимнастки с 13 лет могут выступать как по сеньорам, так и по юниорам. Тоже довольно спорный пункт. Судя по фигурному катанию, они, наоборот, идут на увеличение возраста. Мое отношение к этому, наверное, будет не особо популярное. Но, мне кажется, это не так плохо. А даже будет интересно. Если это, конечно же, не будет сказываться на здоровье. Так, например, я бы уже с радостью посмотрела по сеньорам на Машу Борисову, Анну Попову и Лилиану Левински. Возможно, если бы это было раньше, мы бы увидели на Олимпиаде и Софию Рафаэлли. Но понятно, что на данный момент это все только для России, но я все равно перекладываю это на мир. Ну и как я поняла из того, что говорила Ирина Александровна, что, возможно, по этим правилам потом будет выступать и весь мир. Как я понимаю, цель именно такая. Видимо, на небесной грации никто не остановился. Следующее изменение, которое, мне кажется, будет очень интересным, это то, что сеньоры и юниоры теперь должны будут выполнять упражнения без предмета. То есть, по факту, у нас появляется еще один вид. Ну и судя по дополнению, что гимнастки должны будут выполнять БП в платье или костюме для показательных, это скорее будет похоже на гала-концерт, насыщенный элементами и который будет оцениваться. Ну и странно, как девочки будут успевать это все отрабатывать, ведь даже с четырьмя упражнениями не все справляются. Ну и опять же, я знаю много детей, которые были рады избавиться от БП, перейдя на более взрослую программу. Поэтому, наверное, много детей, скорее всего, будут не рады. Также сняты ограничения по использованию комбинированных элементов. То есть, по новым правилам их можно будет использовать сколько угодно. Опять же, да, круто, будет выглядеть сложно. Но насколько это все не опасно для организма человека, узнаем, видимо, только когда пройдет время, и мы узнаем об историях с травмами гимнасток. Следующее дополнение – это минимум четыре волны. А вот это прям круто на 100%. Точно ничего плохого в этом нет, но и то, как гимнастки используют волну в упражнениях, порой это смотрится очень круто и необычно. Еще одно изменение, которое мне показалось довольно странным и удивительным – это изменение высоты броска. Теперь высокий бросок считается, если гимнастка бросила выше одного роста гимнастки, а не двух, как по правилам Международной Федерации Гимнастики. А где в этом пункте девиз «быстрее, выше, сильнее» и если все усложняют, то зачем что-то упрощать? Тоже непонятно. Мысли, которые есть. Эмоционально, что у некоторых гимнасток России были проблемы со высокими бросками и тем самым постарались сделать им попроще. Мысли, в которую хочется верить, так сделали, чтобы сильно не заморачиваться и гимнастки могли успевать делать больше сложных бросков и не думать, достаточно высоко они бросили или нет. Ну и последний пункт, который обсудим, это то, что сборная России в групповых упражнениях будет соревноваться наравне с субъектами. То есть, по факту, команда, которая тренирует лучшие тренеры, будет соревноваться с гимнастками, которые занимаются гимнастикой в какой-нибудь далекой провинции. Я, конечно, понимаю, что групповичкам надо с кем-то соревноваться, но может сделать какие-то группы для элиты в формате сборной России, первая команда, вторая, третья соревнуются между собой и субъекты отдельно между собой. Просто по мне, это понятно, что Россия 1 будет выигрывать, но немного обидно за команды, которые могли бы подниматься на первые места. Конечно, возместить это хотят тем, что результаты сборной России будут идти в зачет гимнасток, из какого они региона. То есть, по факту, просто будет больше мотивации попасть в основной состав сборной России. Но все равно для меня это изменение странное. Опять же, посмотрим на практике. Ну и подводя итог. Ирина Александровна в любом случае большая молодец, что старается как-то мотивировать девочек и найти способы для их развития. И сделать так, что гимнастки России не стояли на месте. Но, правда, минусов, на мой взгляд, в этом сейчас больше. Во-первых, гимнастки только перешли на новые правила. Составили упражнения, потратились на хореографов и постановщиков. И сейчас нужно заново все переделывать. Конечно, для сборной России это не большая проблема. А вот для гимнасток в регионе, наверное, проблема побольше. Ведь деньги на все это тратят родителей. И кошельки сейчас не безграничны, учитывая ситуацию в мире. Во-вторых, в любом случае будут гимнастки, которые будут гнаться за медалями. А значит, будут гробить свое здоровье. Я думаю, не все готовы на такие жертвы ради медалей. Да и мировое сообщество гимнастики вряд ли будет идти к тому, чтобы гимнастика становилась более травматичной. Уверена, что и многие тренеры насторожатся этими правилами. Как бы от обилия трудностей тела и предмета не ушла художественность. Все-таки, по мне, четырех волн маловато, чтобы оставаться именно художественной гимнастикой. В-третьих, как мы будем соревноваться с другими странами. С теми же гимнастками Белоруссии, которые к нам приезжают. Тоже непонятно. Получается, мы намеренно сами от всех закрываемся. Не будем же мы всех переманивать на свои правила. Вроде не Россия решает, по каким правилам должны выступать гимнастки, а тех, в ком фиш. Ну и жду ваше мнение по всем этим неоднозначным изменениям в комментариях. Думаю, есть что обсудить. Но по-прежнему прошу, давайте без оскорблений. А мирно пообсуждаем, что на ваш взгляд хорошо, а что плохо. Ну и помните, что я вас всех очень сильно люблю. И пока-пока.